Ты с завистью смотришь на своего друга, который легко и радостно выскакивает из кровати в 6 утра и бежит делать свои дела. А для тебя ежедневное пробуждение это тяжелое бремя, и ты отдал бы все на свете, чтобы не вылезать из кровати еще хотя бы пару часов. Но как же так? Почему этот так радостно скачет, а ты изо дня в день мучаешься? Все мы слышали про 8 часов, которые обязательно высыпать каждому, чтобы чувствовать себя на все 100. Но, как показывают исследования последних лет, это не совсем так. Вернее, 8 часов сна это, так сказать, средняя температура по больнице. И для одних столько спать маловато будет, а для других 4 часа вполне норм. На продолжительность сна, необходимого для нормальной жизнедеятельности, влияет куча факторов. Начиная с экологии и стресса, заканчивая возрастом. Например, младенцы могут дрыхнуть 17-18 часов в сутки, а бабули и дедули иногда высыпаются и за 6-7 часов. Но это, так сказать, внешние факторы. Как доказала наука, ты будешь спать ровно столько, сколько говорят тебе твои гены. В 2009 году группа исследователей под руководством профессора Ин Хуэй-Фу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провела крупномасштабное исследование. Ученые обнаружили специфическую мутацию особого гена ДИИСИ-2. Оказалось, что те, у кого в ДНК присутствовала эта мутация, в среднем высыпались за 6,28 часа в сутки. Те, кого природа ей не наградила, в среднем высыпались за 8,06 часа. Ну вот, теперь понятно, откуда взялись эти чудаки, которые спят по 5-6 часов. Но Ин Хуэй-Фу не остановилась на этом и продолжила изучение этого вопроса. Через 10 лет ее коллеги неожиданно обнаружили семью, где 12 родственников в трех поколениях десятилетиями спят не более 6 часов. Но вот засада. Никаких мутаций гена ДИИСИ-2 у них не обнаружилось. Зато обнаружилась совсем другая штука. Мутация в гене ADRB1, которая тоже заставляет носителей такого гена вскакивать с кровати ни свет, ни заря. Ученые одарили мутированным геном ADRB одну из нескольких подопытных мышек. В результате хвостатые из этой группы спали на час меньше своих сородичей. Дальнейшее исследование показало, что такая мутация оказывает влияние на активность нейромедиатора норадреналина, который регулирует состояние бодрствования. К тому же она стимулирует активность нейронов в участке ствола головного мозга, отвечающего за регулировку сна. Нейроны, способствующие пробуждению, становятся более активными. А еще у людей с такой мутацией оказался более быстрый метаболизм, отсутствие последствий от смены часовых поясов и склонность к многозадачности. К сожалению, такая мутация очень редкая и встречается лишь у 4-х человек из 100 тысяч. И это далеко не все исследования, подтверждающие ведущую роль генетики в наших отношениях со сном. В 17-м году команда ученых из Института исследований сердца, легких и крови США проводила очередные опыты над дрозофилами. Этим плодовым мушкам не посчастливилось уродиться 70% совпадений с человеком в генах, отвечающих за нарушения и заболевания. Вот и мучаются бедные. Так вот, изучая 13 поколений дрозофил, ученые обнаружили 126 различий в 80 генах, которые так или иначе связаны с продолжительностью сна. Одни плодовые мушки были заядлыми сонями и спали по 18 часов в сутки, а другим хватало и 3-х часов сна. Самое удивительное, что на продолжительность жизни эти различия никак не влияли. Главный вывод, к которому пришли ученые такой, перекос в количестве необходимого сна никак не влияет на качество жизни, если он прописан в наших генах. Все вроде бы ясно, но как быть, если сна все-таки не хватает, несмотря на всю эту генетическую мутатень? Оказывается, можно попытаться выспаться впрок. По крайней мере, об этом заявляет зав. отделения медицины сна 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Михаил Полуэктов. Чтобы этого добиться, необходимо в течение недели каждый день спать на 2 часа больше, чем обычно. Тогда на следующей неделе можно будет спать хоть по 3 часа и чувствовать себя вполне себе сносно. Правда, эффект работает только в рамках двухнедельного цикла. Ну а тем, у кого образовался хронический недосып, нужно спать столько, сколько требует организм, пока состояние не придет в норму. И неважно, какое количество сна тебе прописали твои гены, главное, высыпайся. Ну и не забывай смотреть видосы на Научпоке. А чтобы не пропустить следующие, подпишись и ударь в колокольчик. Всем наука! Есть вопрос? Вступай в группу Научпока ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами.